Здравствуйте, товарищи! У нас сегодня будет самая простая лекция. А что такое простое и сложное, знаете, да? Что такое сложное? Что? Сложное и с простых. Совершенно правильно. Сложное и с сложное и с простых. Значит, простая – это значит, что тут очень мало из чего складывается. Потому что речь пойдет, мы с вами рассматривали бытие, как самое простое бытие, да? То есть материю мы рассматривали с вами. А сегодня мы будем рассматривать движение. И движение мы будем рассматривать сначала самое простое из всех видов движения, которые только есть. Более простого движения вообще нет. Вот для того, чтобы это движение, естественно, оно проявляется и в философских категориях, и фиксируется. Поэтому для того, чтобы понять это движение, достаточно взять вот такую самую простую категорию, которую мы брали, бытие, и посмотреть, как она-то, во что бытие переходит. Вот, скажем, самая первая категория является категория чистого бытия. Да? Вот что вы можете сказать про чистое бытие? Это самый простой вопрос, какой вообще может быть. Про что вы можете сказать про чистое бытие? Вот не скажите, что я вам очень трудное задание дам. Тем не менее, например. А? Тем не менее, на этом месте. Вот, понимаете, беда нынешнего, так сказать, образования, что люди погрязли в сложенном. А сложные связаны с простых. И они дорогу к этому сложному от простых не знают. Поэтому оно у них не сложное, а сложное берется как простой кусок такой, в голову такой. То есть, представьте, огромный камень подстуда. И вот он там сидит в этой голове. А простой, вот я спрашиваю, а вы мне не говорите. Это о чем говорит? Ну, это говорит о том, что нет соответствующей философской тренировки. Тут нужна просто некоторая тренировка. Ну, мы сначала сделаем уж полный опрос, стопроцентный, у нас не так трудно-то будет. Что такое? Что вы можете сказать про бытие? Про бытие. Так, непонятно. И вы тоже не можете сказать про бытие? Меня спросите? Нет, вопрос такой. Что вы можете сказать про бытие? про бытие я могу сказать, что оно есть. Ну что, сказал? Представьте, что вы экзаменатор, а я зачет вам сдаю. Я вам сдал зачет? Еще будете спрашивать? Мы договорились с одним вопросом. У нас это и зачет. Вот и все. Поэтому зачет, если человек знает, как отвечать на вопрос, что вы знаете об этом, неважно, что это такое, что я знаю об этом, что оно есть. Я ответил на один вопрос, а два это на экзамене. А сейчас у нас зачет. Поэтому не надо, тем более студентам ученять допросы, и вообще нигде это не прописано. Так что вот ответил, и все. А еще что вы знаете дальше? Вопрос о бытии. А еще что можно сказать о бытии, кроме того, что оно есть? Ну, может быть, разное. А? Оно может быть разное. В общем, может быть. Да еще надо знать, что такое разное. Учитель, значит, что вы разное. Есть такое бытие? И вы спрашиваете про обычное бытие, значит, что есть некоторое видо бытие. У меня так страшно становится. Я думаю, какой я глупый по сравнению с вами. Вы так много знаете. Очень много знаете. А у Гегеля, он тоже был, между прочим, вот как вы, тоже такой мудрый, но он рассказал, что и больше нечего сказать об бытии как таковом. Нечего. Я же спрашиваю, что еще про обычное. Ну, это самая простая категория. Вот если это самая простая, и вы сказали, что она есть, что я предстаю, доказываю, что вы скажете, скажите еще об этом. А нечего больше сказать. То есть вы должны уметь, так сказать, отбиваться. И нечего об этом сказать. Ну вот, допустим, вы ответили, и люди ставят точку вместо того, чтобы подумать. А что получилось? А получилось следующее, что обдумывание чистого бытия приводит к чему? К мысли о чем? Нечего, если сказать это. Мысль какая? Это же про бытие мысль или про что-то другое? Нечего – это ничто. Поэтому, если человек обдумывает, и он не отягощен вот такими представлениями, что надо очень сложно такое все говорить, он должен это зафиксировать в своей голове. Движение мысли такое, что чистое бытие переходит в ничто. Где оно переходит? В нашей голове. А наша голова отражает, ваша голова отражает жизнь? Или она сама по себе отстранена от всего? Хотя она даже к шее прикреплена. Ну, если это у вас в голове, значит, это есть… Мы же отражаем в сознании. Значит, бытие переходит в ничто. Какое? Всякое. А какое? Чистое. Если чистое переходит, любое бытие переходит в ничто. Пример привести. Ну, сколько вы собираетесь эту кофточку носить? Ну, сколько? Ну, 20 лет. Ну, 30 лет. Ну, вы же понимаете, что она? Правильно? Стол. Вот он хороший, добротный. Ну, вы, наверное, как-то представляете, что через некоторое время ни одного этого стола здесь нет. Ни одного. Может быть, даже они и в целости и сохранности как-то вот одно время но все писали на них. И писать перестали что-то. То ли народ стал более такой возвышенный. Ничего не написано, ничего не прочитаешь. Даже скучно. Вот. А… Ну, все равно это выбросить, принесут другие. Почему? Кому-то надо заказ сделать большой. А университет большой. Он закажет. Это государство же оплачивает. Нам нужно для студентов тара-тара-тара-тара-тара-тара-тара-тара-тара выбросить свой созд новый. То есть все, так, про вас не буду говорить, но вы меня видите, я живой, я вечно живой, что ли, буду. Ну, в ваших, может быть, в вашей памяти, но в вашей памяти тоже не вечна. Поэтому, это поэтому, вот чистое бытие переходит в чистое ничто. Вот это движение. Всё находится в движении. Нет никакого бытия, нигде никакого, которое бы не переходило в ничто. Или вы можете меня каким-нибудь примером опровергнуть. Это всеобщее. И я с самого начала вам сказал, будем говорить о простом, самом простом. Это самое простое, но диалектическое утверждение. Не то, что бревно есть бревно, то есть он бытие, и всё есть. Так вот рассматриваем бытие, оно в рыбце переходит в ничто. Оно и в жизни переходит в ничто. Поэтому не надо, как говорится, мы хотим изменений. Не расстраивайтесь, изменения всё время идут. Мы хотим перемен. Перемены всё время идут. Я подглядываю и вижу, что вы резницами, так сказать, махнули. Это вы всё время делаете? Или только аналия, ссылка у меня? А почему вы это делаете? А почему вы это делаете? Потому что давайте рассмотрим. Не хотите ваши глаза, чтобы... А то скажете, что я очень к вам это прицепился. Ну мои давайте будем глаза рассматривать. Они же высыхают. А чтобы они высыхали, надо что делать? Смачивать их. Чем? Слезами. Вот я всё время... Вот мы всё... Вы сидите и умываетесь слезами. Я лекцию читаю, умываясь слезами. Значит, ну не целиком умываемся, а только глаза. И это неизбежный процесс. Ещё я заметил, что вы дышите. А вы можете не дышать? А можете вы в качестве протеста, против качества лекции, недостаточно покончить жизнь с убийством через то, что перестанете дышать? Получится у вас? Вот нету за всё... Что только люди не делали. Сжигали себя. Отравляли себя. Выпрыгивали с многоэтажных зданий, чтобы покончили. Но никто такую простую вещь, как взять, просто взять и перестать дышать. Почему? А потому что это невозможно. Потому что организм, независимо от вашего сознания, так сказать, сделает что-то с головой у моего хозяина. И произойдёт рефлекторный видок. Ты говоришь, что у меня лекция, я перезвоню после лекции, ладно? Вот такая картина. То есть... Ну, это всё подробности. А мы-то очень простую вещь выяснили. Чистое бытие переходит в чистое. И что? И всё. А теперь что надо делать? Смириться. А? Смириться. Нет. Теперь надо рассматривать то, что получили. Мы же всё время что делаем? Вот получили, мы это изучаем. Не придумывать себе сложные какие-то объекты для изучения. А вот у нас простой объект – ничто. Вы ничто, конечно, обдумывали в жизни своей? Вот вам столько уже лет, и вы ещё ни разу не обдумывали ничто. Пора уже. Я обдумывала переход, где я ничто. Это вы уже обдумывали. А вот ничто вы обдумывали. Вот вы ничто никогда не думали о ничто. Все думали, давайте подумаем о жизни, о судьбе. Ну, это вот так сложно. Это так думать. А ничто вы думали? Ну и что вы придумали? Ничего. Это же ничто. А? Ничего не придумали? Ничего. Это же ничто. Да. Ничего придумали. Что-то, а ничто. Ну, я чувствую, что я плохо лекции читаю. Только я думал, что я вас научил, как отвечать на любые вопросы. На любые вопросы. Я вас спрашиваю, что вы знаете об этом? Что. Что оно есть. Ну, какая разница, вот это или ничто? А что вы знаете о ничто? Ну, вот. Вот, наконец-то. Это надо вас клещами так, кстати, вытаскивать. То есть вы знаете про ничто, что оно есть. Но надо сейчас... Вот теперь надо сделать диалектический вывод. Что произошло в вашем сознании? Вы же обдумывали что? Чистое бытие. Вы просите, чистое ничтое. И оно перешло во что? В бытие. Вот тут вы правильно сказали. Попали в точку. Оно именно в бытие перешло, потому что чистое уже не получается. Потому что было чистое, и оно перешло в чистое ничто. А какое же теперь бытие чистое, когда из него уже два шага сделано? Значит, бытие. А бытие-то? Про и бытие-то мы уже знаем, что оно перешло в ничто. Вывод. Вот вам дается возможность показать себя и сделать вывод из того, что мы уже сделали. Как бы вы у нас синтезатор, так сказать, всех мыслей, которые до этого были. Значит, что мы до этого имеем? Что чистое бытие переходит в ничто, ничто переходит в бытие. Значит, какой вывод? А? А не так же. Тождественное? Да. Да мы не знаем, что это такое тождественное. Это том второе учение о сущности науке логики. Что бытие есть, но что? Нет, бытие не есть ничто. Бытие – это бытие ничто. Вот оно переходит в ничто, но не есть. Бытие перешло в ничто, а ничто перешло в бытие. Вот у вас два вывода есть. Вот два исследователя сделали два вывода. Один вывод, что бытие переходит в ничто, а другой, что ничто переходит в бытие. И прямо перед вами есть два таких факта. Что следовательно, какой надо сделать вывод? Можно я сделаю? Значит, нет ничто, нет бытия, а есть лишь движение и исчезновение, бытие в ничто, а ничто в бытии. Красивый вывод? То есть нет ни начала, ни конца, есть только процесс перехода. То есть мы их можем увидеть, усмотреть в этом, но на самом деле они отдельно не висят. Это они бы мгновенно остановились усилием воли, бытие. Оно же, это вот вневременно прошедшее. А помните, вот принцесса одна, значит, принцесса объявила, что она выйдет замуж за того, кто ответит на все ее загадки. И в том числе загадка была, а что самое быстрое? На свете. Ну вот уже продвинутое, ныне говорят, самое быстрое – это скорость света. Ну, принцессе это бы не подошло. А что ей, как выиграл-то конкурс? Или как теперь говорят, конкурс, ничего-то не нравится? Кастинг. Тендер. Кто выиграл-то? Выиграл добрый молодец, который сказал, что быстрее всего… Ну, не помните, как он выиграл? А вам это не надо, пусть они выигрывают. Вам-то зачем это знать? Тут я уже согласен, это вот я скажу. Он сказал, что быстрее всего мысль. А мысль – это вот с какой скоростью бытия переходит ничто? С бесконечной. Правда? То вы только еще говорите, оно уже перешло. Не переходит, а перешло. И ничто не только переходит, оно уже перешло в бытие. Все время идет этот переход, и ни о какой скорости здесь… Это вневременный переход, логический. Здесь скорость бесконечная. Или просто о ней лучше не говорить. То есть, что мы получили? Движение, исчезновение, бытие в ничто, ничто в бытии. Смотрите, какие у нас категории уже были. И что мы делали? Первый выбрали мы – чистое бытие. Оно благополучно перешло в чистое ничто. Мы брали… Мы всегда берем то, что есть, что получилось. Перешло в ничто – ничто и рассматриваем. То есть, совершенно примитивный подход такой. Получили ничто, и ничто изучаем. Изучили ничто, ничто переходит в бытие уже. Но уже не в чистое бытие, а в бытие. А бытие-то переходит в ничто, и получилось, что в бытие приходит ничто, а ничто переходит в бытие, и нет отдельно какого-то ничто, нет никакого отдельного бытия. А есть движение, исчезновение, бытие – ничто, ничто – бытие. Вы вот все время же дышите. Если вы перестанете дышать, то это будет и не вы. правильно и моргаете все время ну так сказать только не с такой скоростью какой-то логические переходы но все время по крайней мере и у вас все время наверно кровеносная система работает или она останавливается вот движение исчезнение бытия у вас венозная кровь все время забирает продукты распада у клеток и она все время отправляет их куда к легким так и все время сердце работает и перегоняет а все время артериальная кровь снабжает нас наши клетки кислородом и питательные вещества кофе выпили кофе пошло по клеткам и кофе там клеточки сидят и кофе попивать с помощью чего с помощью кровеносных сосудов а как еще другого способа у них нету поэтому и говорят сосуды вот эти сосуды и приносят нам для нас это что это за сосуды а это вот для клеток самый настоящий от прямо клетки эти сосуды им подают подают кофеек так что все ну вместе с кровью но тут ничего не поделаешь отдельно кофе они не подают но вы такое видели экономить вот это вот такую категорию движение исчезновение бытия в ничто и ничто в быте это же новость ну вот если вы скажем на исследователи вот вы получили сегодня там прямой как это не финансовые чисто интеллектуальной поддержки получили такую категорию которая представляет собой движение исчезновение бытия в ничто и ничто в быте то есть она как бы родилась эта категория а название знаете вы ее поймали мы какое-то животное как его назвать как бы вы назвали но обратите внимание на метод не так вот этот метод аналогичен тому что бывает с родившимися детьми что сначала их называют потом они рождаются они сначала рождаются потом называть вы видели такое чтобы зарегистрировало государство сам рождение ребенка до его рождения такого не бывает а имя то чтобы обсуждать могут заранее обсуждать тем более сейчас известно мальчик будет или девочка имя можно обсуждать в крайнем случае назвать саша или валя и будет это неважно можно даже и не обсуждать тогда мальчик или девочка все будет хорошо будет девочка саша будет саша мальчик саша будет мальчик саша александра александра то есть сначала рождается а потом новое рождается тогда она требует название зачем название когда его нет поэтому и тут та же самая история вот у нас уже родилась новая категория надо название придумать вот пожалуйста кастинг конкурс тендер кто хочет выиграть я чувствую что у нас здесь какие деньги лежали может может быстрее бы пошло это большие если на малые деньги не клюните как назвать то можно скажу значит это я не придумал почему потому что название вот категории вот вывести ее может любой человек мы сейчас с вами вместе выводили и и ничего такого необыкновенного что нельзя вывести но придумать но придумать это ведь философию мне уже эта наука в ней уже сложились определенные названия термины для этих категорий поэтому название берутся как открываешь науку логики гегеля раз и смотришь оглавление науку логики там там два тома один том учения быть и учение о сущности то есть объективная логика а второй том субъективная логика учение о понятии вам читать то зачем вы подкрыли посмотрели оглавление по оглавлению нашли третья категория значит бытие ничто третья какая это третья категория становление написано слышали такое становление это новость для вас нет новость только состоит в том что она вот она сложна и сложена из бытия и ничто и из их переходов одна бог другой вот в чем сложность вот что мы новое узнали а это важно потому что для науки это важно почему то что наука состоит не в том чтобы запоминать название а в том чтобы выводить более сложное из более простого вот если это все выведено то что получится вот если в науке все категории будут выведены до самой последней что она будет собой представлять наука вот кто-нибудь знаешь такое наука вы же уже проучились выше у нас какой вот второй учитесь да и уже завершаете можно сказать нет но не второй год то не завершаете а семестр то третий завершаете и вот наука что такое у вас научные знания хотите или какие-нибудь религиозные или еще какие-нибудь знахарские а наука что такое вы знаете я тоже могу возмутиться искать а чего ничего не знаете а вы бы сказали а все начинается с ничего то есть всегда отбиться тоже можно что такое наука вот если много 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 знаю кто я вот как на меня на 1 так вот напасть то есть меня так назвать чтобы вроде как и отметить что я много знаю и приопустить при этом кто я и для много много знают знахарь вот она правильно и она ничего плохого ведь не сказала про меня но она меня сразу из-за разряда ученых опустила на уровень знахарей вот и так сказать ничего я возразить не могу а если я знаю так вот я и знахарь искать а мы не знахарь вот мы не знахарь и а я знахарь и чего и сильные от вас в этом смысле отличаются да не особенно правда потому что ну вот один больше знает другом они никогда не бывает людей на кого чтобы знали так что это все разнообразие жизни есть такие положения умные мудрые что многознание уму не научать многознание уму не научает два в третьих могу вам рассказать собственный опыт студенческий я матмях кончал и вот я уже не помню каком курсе может на втором может на третьем иду я с такой головой поскольку она доказывает теоремы и сдавать зачеты и экзамены и прохожу мимо коморки в которой сидит астрофизик профессор никитина алексей алексеевич он всегда ходил вот такой портфель у него у него книги не только были в этом портфеле они там вываливались из этого портфеля вот прям так вот и вот коморка это все забито книгами только что они не высыпаются отовсюду и в шкафах и на шкафу и кругом и коморка небольшая все в книгах он так на меня посмотрит миша ты чё-то плохо вы выглядишь игра что да ты наверно много читаешь я так сердит и говорю а чё это плохо ну конечно ведь ты разучишься думать не читайте много это портит свет лица а вангра читайте читайте читать а думать так когда будете когда будет будете думать если будете все время читать так что вывод вывод это все же такой что если у вас есть какое-то время не знаю какое вот x половину время читаете а половину думаешь что вы сейчас делаете думаю вот это так чтобы отбыло время когда это вошло что делаете чем заняты а вы ничего не делаете как ничего я думаю работаю думаю если у вас есть 10 часов ну пять часов читаете пять часов думаете если у вас в полчаса что надо делать 15 минут читать 15 минут думать а есть такой анекдот про экономиста и обезьяну подводит обезьяну банановому растению она не дерево считается как бы трава на так и большими листьями и так показывает и наверх она видит бананы она сразу взяла и начала трясти чтобы они упали а день и падает самая ближняя точка где у нас растут бананы знаете нет не знаете вы в университете вы учитесь в университетском они не были ботаническом саду у нас там бананы растут вот рядом как вот зайдешь туда и направо где кафедра ботаники и там есть такой высокой стеклостекленное здание там бананы так что это вот это все у нас просто так что мы тоже можно такое проводить и вот и говорят думай так обезьяне она проходит в углу стоит палка берет палку и сбивает палкой банан чищает и есть второй тайм подводит экономиста экономист берегу и ему говорят он посмотрел раз и начал трясти и результат тот же самый что обезьяна был ему так глазами показывают на палку думай он когда думать трясти надо вот что бывает с людьми которые не думают поэтому вот значит поэтому наука не просто собрание сведений собрание сведений это вот википедия собрание сведений там туда набрал и получил причем это никакой гарантии нету что это научные данные потому что ничего никакого выведения вы тут не получили там бывает и правильно и неправильно и глупости и какие и мудрости тем более я вот мне не понравилось что написано я сейчас туда зайду и умная исправлена глупая а потом вы заходите и поправляйся опять. Глупая она умная. И так далее. Так вот, наука, дорогие товарищи, это система знаний. Система знаний. Или, другими словами, это знания, приведенные в систему. Это то же самое. Ну, надеюсь, вы знаете, что такое система? А чего вы ничего не знаете? Значит, у каждой системы, дорогие товарищи, есть начало и результат. Ну и движение от начала к результату, как вы понимаете. Да, эта система, то движение такое идет. Логическая, если научная система, логическое движение, вот мы с вами дошли же от чистого бытия до вот этой категории, до становления. Дошли? Ну, это уже вот этот кусочек представляет собой научную систему. Ну, маленькую такую. Ну, мы же не говорим о размерах. Лучше иметь маленькую рыбку, чем небольшого таракана. Так вот, раз есть начало и результат, а вы знаете, что такое начало? Вот вы уже начали ведь учиться, причем три семестра назад. Начало – это что такое? Так начали вы учиться или еще не начали? Пока просто три семестра прошло, вы еще не начали. А так откуда вы знаете, что начали, если вы не говорите, что такое начало? У меня сомнения тогда возникают. Как доказать, что вы начали, если вы не знаете, что такое? Это неразвитый результат. А? Это неразвитый результат. Вот, вот. Видите, вот люди уже тут. Ну, с вами. Вот так учитесь. Неразвитый результат, а результат? Развитый начало. Да, развернутое начало. Вот. То есть это соотносительные понятия. Неразвитый результат, развернутое. Если так удается науке построить систему знаний, так что следующее знание выводится из предыдущего, с усложнением, то мы получаем тогда систему знаний. Вот наука. Так вот, в этом отношении, поскольку наука логики – это наука, которую разработал Гегель, и в этом смысле это единственная такая философская система, которая построена самая универсальная и самая богатая. Ни до неё, ни после неё ничего такого не было сделано в области философии. Или точно так же ничего другого не было сделано в области политэкономии, кроме капитала Маркса, трёх томов. Всё остальное – это новые знания всякие, новые знания дополнительные, ещё. Скажем, Ленин написал империализм как высшая стадия капитализма, и написал на нём популярный очерк. Потому что это не заменяет никак, и не может заменить этой системы знаний, а может её дополнить дальше, развить и так далее. Так вот, если вот так двигаться, то мы вот сначала приходим в эту систему, а название, номинование берём из имеющейся науки, а не выдумываем. Просто от того, что я выдумаю что-нибудь сейчас, ничего не изменится. Меня никто не поймёт. И наоборот, если я знаю, как это называется, меня все поймут. Поэтому задача не в том, чтобы придумать новое название, как часто бывает, а в том, чтобы узнать, отождествить то, что требуется, с тем, что вы поставите. Так вот, категория, к которой мы пришли, называется становление. Что? Как мы её получили? Мы сначала получили движение исчезновения бытия в ничто, а ничто в бытии. И вот это движение исчезновения бытия в ничто, а ничто в бытии называется становлением. Вот и всё. То есть ничего, никакого мы другого шага не сделали здесь, просто назвали это становление. А если мы что-то уже назвали, значит, мы можем это теперь изучать. Давайте изучать. Кто хочет поизучать становление? Лучше сейчас это изучать, потому что чем дальше, тем труднее. Как вы понимаете, да? Мы уже ушли от самого простого, от чистого бытия. А тут? Вот что вы можете сказать про становление? Что вы в нём усматриваете? Что вы можете сказать про становление? Что это понятие существует? А? Что это понятие существует? Что это понятие существует или оно и есть? Ну, это да, оно есть. Раз оно есть, поэтому я вас и спрашиваю про него. Раз оно есть, у меня есть основания спросить. А вы скажите, что вы меня спрашиваете о том, чего нет? А тут вы же так не скажете. Правильно? Вот оно есть. Ну, и расскажите мне, что вы можете сказать о становлении. Вы понимаете, как этим музеологам трудно, тяжело. Им надо изучать, знать много. А философам как легко. Они сидят и на пустом месте всё выдумывают. Вот смотрите, я возьму это самое ваше становление. А на становление у вас уже есть же головок? Это и движение исчезновения, бытия в ничто, а ничто в бытие. А вот обратите внимание, что в этом движении есть два противоположных движения в одном. Какие? Переход бытия в ничто и переход ничто в бытие. Они не отдельные движения. Отдельные движения мы изучали до становления. Правильно? А это уже движение в становлении. Вот я вам пример приводил про кровь. Венозную, артериальную. И даже нет же у нас, у нас не две кровеносные системы, которые бы одним занимались, а одно сердце у вас, которое занимается только одним, а другое только другим. Нет! Это два противоположных движения в одном движении, в одном организме всё. И вот два противоположных движения в одном движении, надо их назвать. Одно движение перехода бытия в ничто, вы это усматриваете? В становлении. Раз это движение изменения, быть я в ничто, ничто в бытие. Давайте их посмотрим. Вот одно. Переход бытия в ничто, в становлении. Не переход бытия в ничто, до становления, а переход бытия в ничто, в становлении. И переход ничто в бытие, тоже в становлении. Как их назвать? Как назвать? Берём науку логи Гегеля, открываем и ищем название. Потому что это, зачем нам мучиться выдумывать. И видим такие названия, которые вам понравятся. Переход ничто в бытие называется возникновением. Это новость для вас? Возникновение. Слышали такое слово? Слышали? А вы что понимали под возникновением? А что ещё можно под ним понимать? Переход не было и стало, правильно? Это возникновение, то есть переход ничто в бытие. А друг противоположный переход бытия в ничто. Было и не стало. Это переход бытия в ничто. Как это называется? Это менее уже известное слово. Прехождение. Что означает приходение? А всё приходящее. Мы уже с вами на эту тему говорили. Стол приходящий, жизнь наша с вами приходящая. А всё, что вы сделаете хорошее для народа, это не приходящее. Правильно? Неприходящие ценности. Вы что собираетесь хранить? Приходящее или неприходящее? Неприходящее. Ещё и доказывать, что это всё неприходящее. И объяснять людям, в чём это неприходимость этого. Потому что мы с вами говорили о том, что музей – это такое общественное учреждение, которое собирает предметы историко-культурного наследия, изучает и пропагандирует. Ну, вы пропагандируете это. Это ограничено во времени? Или как раз в деятельных музеях она во времени никогда не ограничена? Правда? Стараются сохранить на века. Ну, как удастся. Ну, во всяком случае. А вот то, что вы сохраняете, оно не подвергается прихождению? Вы-то понимаете, что вы как на веку работу идёте? То, что вы собираетесь сохранить, всё равно не сохранить. То есть, персонаж всё равно. Но это, с другой стороны, пока вы работаете, будет сохраняться. А пусть другие люди потом после вас решают этот вопрос. Почему он не принимает при вас? А? Он не при вас может быть, представляете, что… И при вас может быть такое. Ну, хорошо. Ну, вот, например, на училии, там, тело Ленина сохраняет мавдолей. Ну, это же очень серьёзная научная работа. Правда? Не так, как меня внучка водила специально, когда ещё довольно маленькая была, в Эрмитаж, туда, в зал египетских фараонов. Показывала нам эти самые мумии. То есть, тоже сохраняли. Они надолго, но уже в каком виде? Ну, не в виде тела, а в виде, так сказать, чего-то завёрнутого там. И в отдельных кувшинах внутренность. Есть что-нибудь неприходящее? Нету. А, с другой стороны, ваша деятельность состоит в том, чтобы какие-то предпринимать меры для того, чтобы их сохранить. То есть, противоположное движение совершать, укреплять. Ну, вот, я видел Акрополь в Афинах. Там, вот, те части, которые явно уже, мрамор, всё, уже умер. И нового мрамора делают, вставляют туда, и тем самым сохраняют всю форму и так далее. И они встраивают это в тело соответствующего дворца или храма, и всё. То есть, задача, это уже задача какая? Возникновение. И всякое движение любого организма, да, в том числе и общественного организма, состоит в том, чтобы, с одной стороны, а, противодействовать прихождению и обеспечивать возникновение, постоянное возникновение. Каждый ваш выдох, вдох, направлен на возникновение, да, можно сказать, это движение возникновения. А выдох? Выдох тоже на это направлен, то, что вы освобождаетесь от продуктов распада. Вот. Так что, вот такая. Какой вывод у нас? Значит, мы разбирали становление и увидели в нём. А вот и то, что мы говорим, к чему относится? К человеческому организму, к обществу относится? Полностью. К государству относится? Полностью. К стране относится? Полностью. К объектам там, к культурному наследию относится? Относится. То есть, чем занимается философия? Философия занимается всеобщим. То есть, то, что есть во всём. Вот эти истины, которые мы с вами изучаем, они такие истины, которые... Это для физиков, это для химиков, это для математиков, это для биологов. А философские истины, они для кого? А для всех сфер. Для всех. Они универсальны. Они универсальны, поэтому... Или если человек не знает, тогда он, так сказать, сразу очень много не знает. А если знает, то сразу он очень много знает. То есть, получив философскую истину, вы уже знаете очень много о чём? Обо всём. Потому что это истина обо всём. И вот всё находится в процессе возникновения и прихождения. И всё находится тем самым в процессе становления. Вот мы получили такую категорию. Давайте попробуем эту категорию применить к обществу. И рассмотрим два процесса. Процесс становления капитализма и процесс становления коммунизма. По порядку. Вот процесс становления капитализма. Становление капитализма начинается в какой стране? В которой какой строй? В каком обществе? При каком строе начинается становление капитализма? Если в буржуазном какое-то становление? В буржуазном строе есть. С чего его становление? То есть то, что в становлении, в буржуазном продолжается становление, это да. Но начинается это становление капитализма не из капитализма, да? Но ваше становление начинается не от ваших родителей, а не от вас самих, правильно? Поэтому процесс становления, хотя с известного момента, вот клетка, из которой развивается эмбрион, тут есть процесс возникновения налицо, да, становление. А приходение есть? Ну, конечно, есть, потому что пока женский организм выполняет функцию освобождения от каких-то ненужных элементов и так далее. Все равно это есть. Ну, вот мы взялись уже за общество с вами. Вот общество. Значит, в каком? Значит, если не подходит, что это при капитализме, а какой строй предшествует капитализму? Феодализм. Значит, при феодальном строе. Ну, а как иначе могли бы совершать буржуазную революцию, если бы не было буржуазных революционеров до буржуазной революции, правильно? Если нет революционеров, нет и революции. А на какой почве они могли появиться? На почве того, что уже начали возникать и развиваться капиталистические отношения. Капитализм из чего? Вот из какого бытия развивается капитализм? Из какого простого бытия развивается капитализм? Это такой вопрос у меня. С одной стороны, он не простой. С другой стороны, он очень благодарный. Если вы знаете ответ на этот вопрос, то вы не просто запомнили что-то, а вы знаете, из чего развивается капитализм, как из своей клеточки? Вот из чего развивается капитализм? Тогда я вам еще задам один вопрос, на который вы, скорее всего, не ответите, потому что вот мы сейчас, так сказать, наше образование не совсем универсальное, несмотря на то, что у нас университет. И, так сказать, оно с некоторыми пробелами, которые не дают построить такую стройную систему. Ну, в этом смысле курс философии это и компенсирует. Поэтому, так сказать, те изъяны, которые имеются. Вот вы знаете, что такое товар? Ну, то есть, вот Гегель, например, такой высказывал мысль, что известное еще не есть оттого познанное. То есть, то, что слово товар вам известно, я и не спрашиваю. Правильно? Что вы это не слышали, что ли? И что вы спрашиваете? Всем же известно, что такое товар. А что это такое? Что называется товар? Объект купли-продажи? Объект купли-продажи. На самом деле, это определение плохое. Плохое, почему? Потому что оно простое, товар, объясняют через сложное. Потому что купля-продажа предполагает деньги. Купля – это обмен денег на товары, а продажа – обмен товара на деньги. А деньги вы, если я спрошу, тем более не знаете, что такое. Что такое деньги? Деньги – это что-то другое или это тоже товар? Деньги – это товар? Товар какой? Уже особый товар. Такой товар, который является товаром-эквивалентом, который охотно берут и который, так сказать, обладает свойством всеобщей обмениваемости. Но для правильного понимания, хочу вам показать. Вот у меня есть купюра 200 рублей. Что на ней написано? Это деньги? А что вы вообще вы киваете? Вы почитайте, что написано? Вы читали, что на них написано? Не читали? Вот я вам сейчас покажу, что там написано. А то скажите, что я вам не то читаю. Вот здесь сверху написано. Что написано? Билет. Что это такое? Билет. А деньги где? А деньги в банке. А зачем деньгам-то туда-сюда ходить? Это их представитель. Деньги. Они портятся, они рвутся. До четверти можно не разорваться. И Сбербанк возьмет у вас эту купюру, номер поставить другой, этих в помойку. А вам ну и пусть они ходят. Но если вы хотите купить слиток, то можете на свою стипендию кусочек. Ну кусочками не продают. Не знаю, как вам набрать на слиток. Так что с деньгами туго. А это не проблема получить. И это представитель денег. Вы отличаете Путина и Лаврова. Лавров кто? Представитель. Представитель. А это президент. Это разные же вещи. Так вот это вот представитель денег. А каким бывают представители денег? Это вот такие. Либо монеты. Монеты тоже. Из чего делаются монеты? Как вы думаете? Не догадайтесь. Ну и с чего бы вы сделали монеты, если бы вы их выпускали? Ну давайте ваша экономическая мысль. И с чего бы вы сделали монеты, если бы вы их выпускали? Ну и с чего-нибудь недорогого и прочного. А? С чего-нибудь недорогого и прочного. Вот. И как вы думаете, с чего это недорогого и прочного? Вот вы очень точно. Вы отличный экономист. еще сделано вот смотрите сюда ведь нет думаете это клей это что ну и что притягивается какой металл что любой металл притягивается какой металл притягивается к магнету серебро притягивается медь притягивать латунь притягивается алюминия притягивать так что какой металл к речь идет о престиже нашего государства вообще говорят что у нас рубль деревянный а у нас рубль Железный. Не все деньги притягиваются. А? Не все деньги притягиваются. Да, не все монеты притягиваются. Старые монеты, которые делали в мрачные годы тоталитаризм и культу личности, не притягиваются. Они делались из медно-никелевого сплава. А здесь медно-никелевым сплавом покрыта. Железная болванка. Поэтому тяжелые теперь стали... Почему рвут они теперь карманы и сумочки? Потому что у них железо ласкаемое. Ну и поскольку вот такие люди, как вот вы, решили, что надо дешевле сделать. И сделали дешевле. Из железа. И даже копейки уже теперь делают из железа. Копейки там. То есть 10 копеек. А вот если вы старый возьмете, вот это старый рубль. Видите, он медно-никелевый. Не берет. Не берет. Сейчас. Так что вот так. А для представителя денег это все равно. Абсолютно все равно. Подождите, а можно магнитик наложить? Да, давайте. Сейчас мы сразу проверим. Ну давайте прямой. Ну-ка. Магнитик. Магнитик? Но не сильно, она тяжелая. Ну не важно. Вот она не падает. А нет, было держится. Не падает. Ну конечно магнитик. Да, 2 рубля. У меня магнит вот здесь. Вот здесь магнит. Вот например, сюда давайте. Слушай, есть еще седьмого года. Это старый. Это значит медно-никелевый. Вот, что есть. Это. Какой там есть? Медно-никелевый. А это давайте сюда. 27-й это слишком серьезный. Да. Это тоже старый. Едет 2013-й монет. Вот давайте. Ноль, который поновей. Вот это все в порядке. Видите? А-а-а, смотрите. Вот она. Вот, смотрите. Давайте. Ну вот видите. 17-й год уже лучше. Вот как, еще щелкает, смотрите как. Видите как хорошо стоит. Красота. Красота. Вот денежки. Таскайте железо в карманах. Так. Все. У меня даже 18-й. А это, кстати, 2009-й. Да. Это тоже старый, но он... Ну, давно уже делают железный. А кто делает у нас? Кто делает у нас на магни... Делают у нас в Петропавловской крепости, у нас же монетный двор. Да. Там ее шуруется. Надо порвать. Значит, поэтому не будем путать деньги и их представителей. Потому что история этого дела такова. Становление, вот скажем, представителей денег таково. Сначала были деньги какие? Рубль от какого слова? Рубить. Отрубали кусочек серебра. Давайте я вам кусочек серебра, а вы мне вот свой телефон. А вы скажете, давайте рубите... Нет, я буду рубить одинаковые куски, а потом сколько кусков, мы уже с вами торговаться будем. Правильно? Примерно одинаково. Ну, там уж так не считали до копеек. Их копеек-то не было, просто отрубали. Вот, рубль. Или фунты сервингов. Ну, фунты, это непонятное дело, это единица веса. То есть, это, так сказать, все по истории денег. А потом, значит, выяснилось, что, наверное, чем дороже металл, тем легче в нем носить эквивалент большего количества товаров. Правда? Поэтому, если сделать серебряные деньги, то получается, что это... Не надо будет таких массивных иметь предметов. А какие были предметы массивные? Были, например, мельничные жернова. То есть, я у вас что-нибудь купил? Это я вам этот отдал мельничный жернов. Ну, как я его отдал? Он как стоял вот здесь в коридоре? Там была фамилия Попов написана? Нет, ваша фамилия была написана. Мы ее стерли, когда я вам отдал. И написали фамилию мою. И так далее. А вот появились сначала серебряные, потом золотые, а потом решили, что золото начинает от него откусывать. Откусывать, отпиливать кусочки. Это уже оно мягкое еще. Это вот от железа попробуй откусить. Видели, сейчас никто не кусает эти деньги. А если бы они были золотые, раз-два и откусили. Тем более, стальными зубами можно откусить спокойно золотые куски. И тогда стали цари и князья печатать, делать монеты. Чеканить, чтобы вот они были точные. И что дальше с монетами? Так от каких-то этих монет откусывали. И выяснилось, что от них откусывают, а они функцию ту же самую выполняют. Потому что вы у меня взяли, а потом вы же другому отдали и получили другой товар. То есть на самом деле эту функцию можно выполнить необязательно в том же самом весе, который был изначально. Поэтому раз, и цари начали выпускать медные деньги. А теперь вот уже в демократическом государстве думались до железных денег, до железных представителей. А потом подумали, зачем эти железы? Давайте и бумажные будем делать. И бумажные стали делать, и все. Поэтому бумажные, железные – это все представители денег, а не деньги. И там написано «билеты», а тем не менее, вы читать умеете, написано «билет Банка России», а вы говорите «деньги». Нигде не написано, что это деньги. С чего вы взяли? Я вам не говорил, государство не говорил, а вы все равно, деньги, деньги. Денег вам вообще не дают. Вам дают бумажки. Завтра объявят, что эти бумажки неизвестительные, и все, и у вас ничего нет. Может такое быть? Не бывает такого? Бывает. Скажут, меняем деньги. За тысячу ваших бумажек таких – одну бумажку. И так и бывает денежная реформа. Эта реформа как раз представителей денег. Но мы ушли далеко от начала, а мы идем к началу. Поэтому весь этот разговор сводится к тому, что не надо путать товары с более сложной категорией деньги. Это товар-эквивалент. Первоначально таким эквивалентом были песцы. Вот я прихожу вас что-нибудь купить, уже из-за телефона я предлагаю вам трех песцов. Да, это хорошо. Вот она уже задумалась трех песцов. А потом раз и добавила еще четырех песцов и купила компьютер у соседки. Ладно, дайте больше песцов ей. И она с удовольствием отдаст. А я тебе на песцов его не продам, мы надеемся. Так вот, песцы-то универсальный эквивалент. Песцы все брали. Поэтому берите песцы, а потом вы у меня купите пиджак. И потом будете показывать в своем музее. Вы же в музее будете работать. Это музей нашего преподавателя философии. Пиджак преподавателя философии. Недорого отдаю. Я в конце концов доберусь и в рубашке даду. А потом такой возможности не будет. Короче говоря, это все история вопроса. А первоначально, что такое товар, никто не знает. Изначально, что такое товар. Начало, мы же с вами говорили, начало-то не развитый результат. Нам нужно с простого. Это требование, вот мое, к вам начинать с простого. Оно усложняет вашу жизнь или упрощает? Упрощает, правильно? Ну, с простого. Ну, давайте по-простому объяснить, что такое товар. А давайте сразу вытаскивать и банкноты, деньги, там, билеты. И потом смесь снаружи покрыта медно-никелевым сплавом, внутрижнелезная. Такие сложности. А изначально-то что такое товар? Вот представьте себе картину, которая может быть. Вы сидели на опушке леса втроем и плели корзины. Видели, как плетут корзины? Красивые корзины плетут сейчас научились. И такие, и такие, и такие. Из тонких прутьев, которых в лесу уже в самом не найдешь. А вот на опушке леса, особенно там, где влажные какие-то места, может быть, там, на берегу пруда или озерка. Вы, так сказать, хорошая погода. Вы сидите на солнышке и тихонечко разговариваете между собой. И вместо того, чтобы так тюкать по этому самому, по компьютеру, вы плетете себе корзиночки красивые. И наполели вы пять корзин. А тут я выхожу, а у меня, а я ходил по лесу и набрал яблок. Причем, как вы знаете, дички бывают невкусные совсем, кислые, а бывают, ну, просто замечательно. Я вот набрал столько, сколько мог унеси. Иду вот так. Яблоки вот в рубаху туда накипал. Держу. А вы увидели, и так вам яблочко захотелось. А у меня и тут яблоки, и тут яблоки отовсюду торчат. А вы уже давно не ели и не пили. И все, корзину эти делаете. Тут я и подхожу, а вы говорите, а давайте мы вам, это, как вас зовут? Я говорю, меня Михаил Васильевич зовут. А давайте мы вам, Михаил Васильевич, корзиночку дадим. Вам же тяжело нести. Но за это вы нам половину яблочек отдадите. Зачем вам сухомного? У вас живот заболит. Короче говоря, убедили вы меня. Я вам раз, и половиночку яблочек отдал. А вы мне корзиночку. У вас зачем столько корзиночек? Вы сами не знали, как вы оттуда столько уносите, наделываете в корзиночек. А тут я как раз подвернулся. Значит, вы делали для чего эту корзину? Для себя или для меня? Вы же не думали, что вы встретите меня. Значит, вы делали корзину для себя. Я эти яблоки собрал для вас или для меня? Для себя. А получилось, а на самом деле, нет, не продали. Продали это связано с деньгами, а денег тут нету. Вы обменяли. Мы обменялись с вами. Я вам отдал половину яблок, а вы мне отдали одну корзину. В итоге состоялся обмен. Продукты поступили в потребление через обмен. Как называются такие продукты, которые поступают в потребление через обмен? Бартер. Как? Бартер. Бартер – это обмен. Это перевод на иностранный русский язык такой. Бартер – это обмен. Больше ничего не означает. Как называются такие продукты, которые поступили в потребление через обмен? Товар. То есть, что мы с вами сделали? Мы с вами, чтобы решить сложную задачу, пошли к началу, где она простая, и нашли самое простое в определении товара. Товар – это продукт, поступивший в потребление через обмен. Можете его записать или запомнить. Я думаю, что вы даже запомните вот поскольку мы так разбирали, поступил. Остается, вот поскольку вы слово Бартер сказали, вы понимаете, что у меня тут так вот въедливый такой способ рассуждения. Если вы сказали слово, должны отвечать за базар. Бартер что такое? То есть, обмен? Это вступление товара. Ну вот, это называется логический круг. Это бездельный товар. Товар через обмен. А обмен что такое? Товар, не надо более простой, через более сложный объяснять. Это грубая ошибка. Вы мне объясните товар, как через более простой, обмен через более простой. Это когда продавец дает покупателю товар. Продавец это тот, который продает. Для продажи нужны деньги. Без используемого денег. Запрещается вам говорить слово продавец и покупатель, потому что покупателю тоже деньги нужны. Это передача товара другому без используемого денег. Товар более сложный через обмен, чем обмен. Мы же сейчас написали, что товар это продукт, поступивший в употребление через обмен. А вы хотите мне объяснить обмен через товар. Это логический круг. А вы мне объясните по-простому. Я человек темный. Я не знаю, что такое товар. Передача одного продукта через другой. Вот. Ну и передайте мне свой компьютер тогда. Нет. Нет. А почему вы мне не передаете? Потому что он дорогой. Дорогой это опять деньги. Ну что вот дорогой? А что он взамен? Вот взамен. Значит, то есть надо не просто передача. А какая передача? То есть Выгодная? Нет. Это выгодный второй вопрос. Но сначала чтобы была передача взаимной. Если только вы мне передаете, вы сразу уже отказались. Я только вцепился в это дело. Думаю, раз вы считаете, что это обмен, ну давайте мне ваш компьютер в передачу. И все. Пока вы еще это не передумали. А если теперь вы уже знаете, что это взаимная передача, значит, я должен вам что-то дать. Я вам быстро взаимная пожалуйста вам авторучку. У меня как раз есть. Что значит неравноценная? А какая? Важно ваше согласие. Это дело при чем тут цена? Вы согласны на авторучку поменять? Нет? Ну какие стали люди студенты заданные? Невозможно. Ну давайте я вам что-то ничего и нет. Ну я пообещанию могу. Пообещать вам что-нибудь могу. Значит, понятно, что уже не каждая передача, а первая взаимная передача. Раз. Взаимная передача. Потом я могу вам передать вот тут как раз это я передам вам. Могу? Ну как бы это не ваше. Не мое. Значит, надо передавать то, что мое. Правильно? Ну только чего вы не сказали. Оказывается, а я-то не знал, вы мне сказали передачу, передача налицо. Хорошо, передача чего-либо принадлежащего двум. Какая? Просто передача или взаимообусловленное «я вам не отдам, если вы мне не передадите, а вы мне не передадите, если я вам не отдам». Правильно? Поэтому не просто взаимная передача, а еще и взаимообусловленная передача чего-либо принадлежащего двум субъектам. Правильно? Вот это обмен. Вот мы получили определение обмена более простого отношения, чем товар. Обмен – это взаимная и взаимообусловленная передача чего-либо принадлежащего двум субъектам. Любым там – общество, государство, человек, группа, граждане, кто угодно. Вот теперь наступил такой момент. Мы с вами логически это разбирали и вывели, что такое обмен. Ну вот я после этого, такого разбора, заглянул в энциклопедический словарь советский, а там написано, что это взаимное отчуждение продуктов труда и иных объектов собственности на основе свободного договора или соглашения. То есть я вас не принудил же подписать, что вы отдадите мне компьютер, а свободный договор или соглашение. Но обязательно взаимное отчуждение. Это было моё, стало ваше. А то, что стало ваше, стало моим. Я присвоил то, что вы отчуждаете. И наоборот. То есть это эквивалентное определение. Просто другими словами описан тот же самый процесс. Взаимное отчуждение продуктов труда и иных объектов собственности на основе свободного договора или соглашения. Итого, что произошло? Произошел акт обмена. Теперь мы знаем, что такое обмен. А теперь мы можем сказать уже, что мы знаем, что такое товар. Товар, переходящий в потребление через обмен. А если он через обмен не проходил? Это не товар. То есть вас родители, когда кормили дома, это товар был? Картошку вам нажарили и дали покушать. Нет. Предмет потребления был, но это не товар. То есть не любой предмет потребления товара, а только тот, который переходит в потребление через обмен. А внутри семьи есть отношение обмена? Нет. Почему? Потому что нет тут отчуждения. Какое же отчуждение? Мы же свои родные. Какое отчуждение? Мы свечем. Да? Мы свечем. Ну вот люди, например, иногда специально женятся или выходят замуж, чтобы завладить жильем. У них как бы такой акт получается. Дескать, они становятся родными. А раз родными, потом говорят, а теперь разводимся, делим пополам. Вот мы уже знаем с вами, что такое обмен. Но вот у нас была первая с вами встреча. А в следующий раз вы опять пошли плести корзины, потому что это хорошее было у вас мероприятие. А я, между прочим, думаю, пойду-ка я в лесок схожу, яблочек поднаберу. А глядишь, вот девушек встречу на опушке, так я им опять яблочек дам, а мне корзинку дадут. И? И что я делаю? Я произвожу некоторые предметы потребления, то есть яблоки. Они были на дереве, а теперь я их произвел как такие, которые можно передать. Для обмена. С кем? Это другой вопрос. С кем? С кем попадется? А вы корзинки специально задумали. Вот есть вот один товарищ, он все, ходит в лес за яблоками, а мы его сейчас корзиночку дадим, а и уйдем домой с яблоками. А почему вы не можете с корзинкой запретить? А? А почему с корзинкой не запретить? Тоже, что вы купили. Почему с корзиной? Во-первых, лентяй я корзину тащусь. Зачем я его тащусь? Во-вторых, мне вторая корзина нужна. Мне такую корзину я продал очень дорого. Она же плетеная. Вы-то и не собирались продавать, вы же не для продажи делали, а просто для своей, для красоты. А я ее задорого продал. У меня бизнес такой теперь, я ваши корзинки, потом ими торгую. Вот стою, спекулирую. В Ленинграде не видели корзинку? Думаете, эти люди и плели? Сомневаюсь. Плели другие люди, эти скупили по дешевке. Приехали в город и продают. Задорого. И вот тогда уже получилось, что я производил продукт для обмена. Ну, с вами или с кем-нибудь другим. И вы произвели свои корзинки для обмена. Это вот более глубокое определение товара, потому что оно связано с его производством, а не просто случайное. Поэтому это вот у Маркса про первую говорится, первая случайная форма стоимости, случайная, единичная. А это вот уже товар, производимый для обмена. Вот это определение товара. Такое серьезное, глубокое определение. Итого два определения у нас. Один, что товар – это продукт, поступивший в потребление через обмен. С этого все началось. А потом уже люди стали производить специально продукты для обмена. И вот продукты, производимые для обмена товара. И тем самым началось товарное производство. А дальше, когда оно началось, дальше дело и пошло. Наконец, дело пошло таким образом, что я-то на этих яблоках сильно разбогател. А вы-то на своих корзинах, поскольку я у вас их все забирал и продавал. А вы так все их плели и плели. И ничего у вас нету. А у меня есть уже целое производство. И у меня есть люди, которые продают ваши корзины. И я пришел, и вместо того, чтобы у вас в очередной раз купить корзину, сказал, слушайте, у меня уже целое предприятие есть, давайте вы у меня будете постоянно работать. Делать корзины. А я вам за это буду платить. Больше, чем раньше я вам платил. Больше это. Выгодно же вам? Выгодно. И что тогда я у вас купил? Работать вы будете, ну это сейчас вот работают 8 часов. А первоначально как работали? А вот и будете с утра до вечера плести корзину. Вы же на свежем воздухе. Украшает, цвет лица не портит на свежем воздухе. И работаете, вот начинайте с 6 и до 23. Сколько в России был рабочий день? Рабочий день в России до 1897 года был не ограничен государством. Не было установлено величины рабочего дня. А фактически он был 14-16 часов. Так что если бы туда попали вот в это время, то вот где-то надо так, 14-16 часов корзиночки плести. А кто будет собственник этих корзиночек уже? Изначально буду я. Вы уже будете в хорошем... Вот это я уже огородил. Землю эту я уже купил, приоритизировал. Вот там, где вы сидели, этот лужок. Так что вы тоже туда входите, уже должны быть платить. И, так сказать, вы и работаете очень хорошо. А потом рабочий день после Морозовской стачки сделали 11 с половиной часов. И у нас капитализм был вплоть до, по крайней мере, до февральской буржуазной революции был. Капитализм так развивался. Капитализм. Я не сказал, что он дальше не развивался, но он до февральской буржуазной революции точно был. То есть то, о чем мы с вами говорили, сводится к тому, что становление капитализма происходит при феодализме. А каким образом, что я у вас покупал, что у вас товар? У вас, у меня в корзино. А? Корзино. А корзино уже я у вас не покупаю. Вы их просто у меня делаете. У меня прям сидите, в хороших условиях делаете. Вам не надо, конечно, вы просто денежки получаете за работу. Так что я у вас купил? Вот это самое глубокое, так сказать, тайна капиталистического общества, тайна политэкономии. Я у вас купил вашу рабочую силу, способность вплести корзины, способность к труду. Маркс это называет так. Это вот совокупность физических и духовных потенций, которые пускаются каждый раз в ход при производстве материальных благ. Я у вас купил рабочую силу, а вы, ваша рабочая сила отудает свойством производить больше товаров, чем пошло на ваше потребление. И вообще это не ваше дело теперь. Если я у вас хозяин капиталист, правильно? Я у вас же не вас купил, это при феодализме крестьян продавали, покупали. А вы, говорит, свободны. Я посодействовал того, чтобы вас освободили от крепостнической зависимости, вы теперь свободные люди. Вы теперь у меня работаете, я у вас покупаю рабочую силу не на все время, а на время рабочего дня. А после рабочего дня куда хотите, туда идите. Но завтра, чтобы как миленькие были утром на месте и плились снова корзины. Правильно? Вот это вот продается такой товар, рабочая сила, который создает больше стоимости, чем нужно для того, чтобы воспроизвести рабочую силу. А следовательно, все, что сверх этого, это как называется? Вот это называется прибавочная стоимость, на которой изиждется капитализм. На прибавочной стоимости. И цель у меня какая? Раньше у меня цель была корзину у вас получить, чтобы яблоки положить. А сейчас у меня какая цель? Как можно больше стоимость, как можно больше. То есть у меня самовозрастающая стоимость. Вот в чем смысл капитала. Капитал – это самовозрастающая стоимость. А что значит «сама»? Ну для меня «сама». Вы-то работаете, а для меня сам капитал возрастает. Я вас устроил на работу, вы там все время придете, и у меня капитал все растет и растет. Красота! Вот это можно назвать с помощью тех категорий, которые мы сегодня с вами выводили. Это называется «Становление капитализма» в России. Становление капитализма. А еще более точно нас интересовал вопрос о возникновении. Правильно? Возникновение. Произошло возникновение капитализма. И вот произошло. То есть возникновение капитализма происходит до буржуазной революции. До буржуазной революции. И до буржуазной революции появляется. А, например, в деревне появляются люди, которые производят для обмена. То есть они продают значительную часть того, что они производят. Некоторое количество продуктов они не производят как товары. Одни огурцы для себя, а другие для обмена. То есть для продажи уже. Вот потом то, что я вас останавливал в таких выражениях, высказываниях, что для продажи, можно уже говорить, потому что они не просто для обмена, а едут туда, где можно получить товар-эквивалент за этот товар ваш. И они уже продают для продажи. Половина, скажем, они сами потребляют. Так, и они делают себе запасы зерна, запасы овощей, запасы мяса и так далее. А другую половину они продают. Часть разоряется. Те, кто разорились, они идут вот так, как я рассказывал, нанимаются тем, кто, наоборот, обогатился. Раз он обогатился, это не значит, что я сразу прекратил работу. Я тоже тружусь, много, и, может быть, и мои братья, и сёстры тоже трудятся. Но с известного момента я больше получаю стоимости и денег не от своего труда, а от труда тех, кого я нанял. Как только я получаю больше денег от труда тех, кого я нанял, я уже не средний крестьянин, а капиталист. А как называется сельский капиталист? Кулак он называется. А как называется сельский работник? Вот вы не знаете, и вот вы поэтому и будете на меня батрачить. Раз вы не знаете. Будьте батрачки. Вот. А вот справный хозяин, который производит для обмена, ведёт производство для обмена. Мелкий хозяйчик, работающий на рынок. Как называется? А рынок – это вот то, что вы тоже хотели сказать в самом начале. Это там, где идут акты купли-продажи. Купля, если я деньги меняю на товар, а продажа, если товар, меняю на деньги. И вот это такая сфера, где происходит обмен денег на товары и товара на деньги, называется, как называется, рынком. И вот мы с вами находимся в такой ситуации, когда на селе есть кулаки, то есть капиталисты, сельские, батраки, то есть рабочие и мелкие буржуа. Мелкие буржуа – это мелкий хозяйчик, работающий на рынок. Это надо запомнить определение. Мелкий хозяйчик, работающий на рынок. В чём его особенность? Он двойственный экономический субъект. Если я мелкий буржуа, то я работаю сам. Поэтому я не эксплуататор. Я не буржуа. Не надо путать мелких буржуа и буржуа. Мелкий буржуа – это не маленький буржуй. Вот что надо запомнить. Вот где можно ошибиться. Мелкий буржуа – вообще не буржуи. Это мелкий хозяйчик, работающий на рынок. Как правило, не эксплуатирующий чужого труда. А если он немножко эксплуатирует, то меньше, чем он сам работает. То есть если... Некоторые говорят, что вот эти люди, например, кулаки – это те, которые нанимают других работников. Это неправильное определение, и сразу видно его глупость. Вот я, скажем, весной пришёл к вам, говорю, слушайте, не можете вы мне помочь вскопать огород. И за это я вам там то-то, то-то, то-то дам. Или заплачу, или какие-то продукты, которые у меня есть, у которых у вас нет, свинину дам вам хорошую. И вы пошли, и мне помогли вскопать. И мы там с вами вчетвером довольно быстро и вскопали. Так, наступила осень, а у вас большой урожай яблок. А вы приходите, говорит, Михаил Ильич, вы бы зашли бы к нам, да и помогли бы нам убрать эти яблоки, потому что нам надо туда залезать, а мы бы всё складывали в корзины, а вы бы яблони трясли, да залезали, да сбивали, а мы бы всё, и мы вам дадим там или денег, или яблок, что хотите, всё равно. И что получилось? Что я вас нанимал вскапывать, а вы меня нанимали убирать. И в деревне все это в той или иной мере кого-то нанимают. Но этот вот, этот наём труда не означает, что это купля рабочей силы, правильно? Потому что это разовые такие вещи, и поэтому если вы будете считать кулаками тех, кто пользуется наёмным трудом, ну тогда вы все у вас кулаки. Или просто богатые. Или наоборот, если вы возьмёте мелких буржуа, очень богатых. А богатые они почему? Ну, родилось много мальчиков в семье. Семьи-то были по 13, по 14, по 15 человек. И они выросли, вовсю работают, и ещё и землю. А в других семьях девочки родились, кто замуж выходил, а кто просто слабее, чем мужчины. И в итоге получилось, что одни разорились, а другие разбогатели. Но это не значит, что вот они разбогатели, значит, они кулаки. Кулаки – это не просто богатые крестьяне. Богатые крестьяне – это мелкие буржуа. А такие, которые живут преимущественно чужим трудом. Вот те люди, которые живут преимущественно чужим трудом, как называются? Эксплуататоры они называются. Эксплуатация – это присвоение чужого, неоплаченного труда. Вот у вас родители есть? Да. Вы живёте их трудом? Ну да. Так вы кто? Следите внимательно за формулировками. Эксплуатация – это присвоение чужого, неоплаченного. Это же родное, своё. Эксплуатация. Эксплуатация – это присвоение чужого, неоплаченного труда. Но это вас никто с вами и разговаривает, не будет сказать – это ваши дети, и сами с ними разбирайтесь. Такие, как их воспитали. Поэтому эксплуатация называется, и надо знать определение эксплуатации. Полезно знать определение, что это присвоение чужого, неоплаченного труда. Вот если я ваш труд сейчас присвою, вот вы не хотели, чтобы я забрал ваш этот компьютер, потому что вы не хотите, чтобы я присвоил чужой, неоплаченный труд. Давайте я оплачу. Вот. Видите, уже пошёл другой разговор. Другой разговор уже вопрос о цене поставлен. А вот просто так вот забрать. Нет, таких сейчас нет людей. Почти. Вот так. Поэтому вот это надо запомнить. И мы тем самым… То есть, что мы делаем с вами? Обратите внимание, мы с вами разбираем слово, очень широко употребляемые понятия, которые столь же широко и не понимаются. Как правило, никто и не знает, что это такое. И Гегель это объясняет явление. Он говорит, известное ещё не есть от того познанное. Более того, кто будет тратить время на изучение того, что и так всем известно? А с какого времени это известно? С детства. А в детстве люди как получают это, известное? Сказания просто повторяют за взрослыми, и всё. Повторяют и заучивают слова. И смысла их не понимают и не знают. Поэтому вот люди доживают до такого возраста, в каком мы находимся, мы с вами. И это не только к вашему возрасту относится, но и к моему. В моём возрасте очень много людей, которые тоже и не знают этих слов и понятий. Почему? Потому что они им известны. А кто же будет изучать то, что всем известно? Вот мы взялись с вами изучать философию. Те понятия, которые... Ещё ни одного названия я вам не дал, которые вам было бы неизвестно. Правильно? Что, вы бытие не слышали? Слышали. Ничто? Слышали. Товар? Слышали. Эксплуатацию? Слышали. А с другой стороны, мелкобуржуазия существовала. Это в Англии было так быстро сделано, что взяли людей, согнали крестьян и заменили овцами. А в Европе и в России в том числе долго-долго из крестьянского хозяйства вырастало капиталистическое крестьянское хозяйство. Ну и, соответственно, и задерживался процесс развития в городах. К моменту буржуазной революции в России у нас основная масса производителей были кем? Мелкими буржуа на селе. Правильно? Поэтому вот такая картина. Поэтому наряду с одним процессом другой процесс. Или, скажем, монополистический капитализм. Как он образуется? За счёт того, что одни капиталисты побивают других капиталистов в ходе конкуренции. Если я с вами конкурирую, то ли я вас должен победить, или вы меня? Если я вас сумею победить, я ваш бизнес забираю к себе, а вас приглашаю на работу. Уже не в батараки, а в рабочие. А если вы меня победите? Ну, вы меня-то скажете, Михаилович, всё поговорили, всё это хорошо, то, что вы говорите, а теперь давайте на работу и будьте добры. И вот чем занимаются монополисты, кроме того, что это концентрация, централизация производства, внедрение научно-технических достижений. А ещё они повышают цену. Если я монополист, и вам негде больше купить яблоки, например, кроме как у меня, кто устанавливает цену? Ну, я и устанавливаю. А вы походите-походите, и куда бы вы ни пошли, везде одна и та же цена. И деваться вам некуда. Поэтому вздуваются цены, если капитализм свободной конкуренции приводит к понижению цены. И такая тенденция – цены ниже, 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 ниже. А при капитализме монополистическом цены начинают вздуваться. Несмотря на то, что издержки производства падают ещё и быстрее, чем при капитализме свободной конкуренции. И тогда появляется возможность вручную при таких ценах создавать эти продукты не машинным образом, не на заводах и на фабриках, а прямо, так сказать, кустарным образом, потому что тоже можно прожить. И тогда снова возрождается этот так называемый мелкий бизнес и мелкие буржуа. Уже не как такой класс, который разлагается, а тот класс, который снова возрождается. Становление мелкой буржуазии при империализме под сенью крупных монополий появляется. Они такую установили цену, что вручную можно это сделать и тоже продавать. Что мы и наблюдаем. И вот после этого ходит наш премьер и говорит, надо поддержать мелкий буржуаз. Ну, чего его поддерживает мелкий бизнес? Он в данном случае, так сказать, никаких перспектив не имеет. Почему? Потому что дальше ему никуда пройти не дадут. И судьба мелких бизнесменов какая? 90% их уйдет в ряды рабочих с развитием производства. А если некоторые доли процента, так сказать, станет капиталистами. А основная масса в рабочем. Поэтому, именно потому что мелкие буржуазии трудящихся, они являются естественным союзником рабочего класса в его классовой борьбе. Ну вот теперь давайте мы, чтобы у нас было не просто становление такое пустое, как мы предлагали, чистое логическое. Вот мы такое же становление рассмотрим. Давайте рассмотрим становление социализма. А социализм может при капитализме так развиваться, как капитализм при феодализме. То есть можно, некоторые люди думают, вот, например, КПРФ входит, у нас, говорят, народные предприятия. Не слышали, нет? Инициатива у них. Народные, давайте создавать народные предприятия. И что они создают? Ну, скажем, 100 человек или 50 человек создают какое-то предприятие. И начинают этим торговать продукцией этого предприятия, которые они совместно изготавливают. Что это получается? Как это называется? Это называется кооперация. Какая? Капиталистическая. Вот мы с вами вместе соберёмся, и теперь я ещё к вам присоединю, и будем корзинки плести и продавать. И что будет у нас? Это будет народное предприятие? Я вот всегда спрашиваю, а что народ такого, малый народ такой получается, 50 человек, 200 человек. Как оно может быть народное? Народное, если бы всему народу принадлежало, то да, да, может, это народное. Но это же принадлежит строго этим людям. То есть это называется что? Кооперативное, капиталистическое предприятие. А почему капиталистическое? Потому что оно производит и продаёт на продажу. И ничем оно не отличается. А вы у себя одновременно на предприятии и работники, и хозяева. Тут совпадают. Мы совместные собственники. Ну вот, а есть совсем обманные такие предприятия, как вот, например, у гражданина Грудинина, который был от КПРФ вытянув кандидантом в президенты. Тут вообще это довольно забавная история, потому что президент кто такой в куржуазной стране? Он должен осуществлять диктатуру какого класса? Вот если меня что-то делают президентом, я диктатуру какого класса должен осуществлять? Буржуазеи, рабочего класса или мелкобуржуазеи? У нас государство буржуазное или пролетарское? Нет. А? У нас нет разделения в класса. Как нет? Как нет? В смысле, что... Как нет разделения в класса? В смысле, что... У нас разделения сплошные. Вот вы сейчас сидите и слушайте, а я сижу, и на экзамене я буду оценки ставить, а вы будете только сдавать. Ужас вообще никакой. Прав у вас никаких. Только когда перестанете быть студентами, заживете нормальной жизнью. А что это за жизнь такая-то? Сидят с умным видом, так сказать, ставят оценки, а вы как будто не люди. Ну, что ж тут какое-то... Какое тут равенство? Тут никаким равенством и не пахнет. У нас рабочие есть? Есть. Мелкие буржуа есть? Есть. Буржуа есть? Есть. У вас миллиард есть? Нет. А вы просто неудачница, значит. А вот Рома Абрамович, он удачник. Он быстро побежал и схватил, так сказать, какие-то нефтяные богатства. Или он какое-то особенно талантливое какие-то изобретения реализовал в производстве, или он ещё, какие-то открытия научные. Ещё раз повторяю я это вот рассуждение. У нас становление есть благодаря разности бытия и ничто. И эта разность в становлении исчезает. Почему? Потому что бытие переходит в ничто, а ничто в бытие. Отсюда вывод непреложный, что становление исчезает. Что значит исчезает? То есть отрицает себя. А что является отрицанием становления? Становление – это беспокойное единство бытия и ничто. Отрицанием беспокойства является спокойствие. А что является отрицанием единства? Разобщенность. А? Как? Разобщенность. Нет. Итак, тут разобщенность – не отрицание единства. Мы тоже с вами разобщены, но едины. Вы согласитесь, что у нас не такое же трогательное единство, что прямо у нас всё вообще? Вот сейчас посидели на лекциях, и вы пошли в одну сторону, а я в другую. Ещё вы тоже ещё в разные рестораны пошли. Поэтому на самом деле отрицанием единства является простота. Мы же говорили, что о единстве можно говорить, когда мы как раз разобщённые, когда нас много. А если было бы только одно, а один кусок стали, какому единству можно говорить? Вы можете говорить о единстве одного человека. Вот я сейчас буду доказывать вам, что я един сам с собой. Или вы будете доказывать, что вы едины сами с собой. Только тогда говорят о единстве, когда идёт разговор о многом. Только о многом, когда идёт разговор, говорят о единстве. Поэтому отрицание единства – это простота. И отсюда мы получаем следующий логический вывод, что становление, отрицая себя, становится спокойной простотой. То есть становление, которое было постоянным, так сказать, негативным огнём, бытие в ничто, ничто в бытие, становление, прихождение, единство возникновения и прихождение, беспокойное единство бытия и ничто, беспокойное единство возникновения и прихождение, превратилось в спокойную простоту. То есть то, что сейчас есть, это спокойная простота. Что вы про это можете сказать? Это результат отрицания становления. Что вы про него можете сказать? Что это результат того, что становление стало спокойной простотой. Произошло снятие становления. Вот философская категория снятия означает не отбрасывание, не зачёркивание, не разрывание, не раздавливание, а отрицание. С удержанием того, что было. Вы не забыли, что такое становление? Откуда оно взялось? Какова это история? Становление, ставшее спокойной простотой. Что это такое? Что про него можете сказать? Что вы можете сказать про то, что не знаете, что это такое? Мы уже с вами на эту тему говорили. Что это такое? Оно есть или нет? Ну, раз есть, оно как называть? Что вы? Трудно выговорить, что ли? Я не знаю, в чём дело. Ну, как называется то, что есть? Бытие. А чего вы скромничаете? Надо так... Вот меня... Я вот занимался в институте Йохова-Орла-Носа, и мне там преподавательница говорила, «Ну, что вы так нахолотились, оказывается, неубедительно? Вот как вы сейчас? Тихо так...» Что вы так говорите? Надо говорить убедительно. Ба-бо-бу, бе-би-бы. Это же убедительно. А что вы так... Я бы сказал, «Бытие». Звучит правильно? Бытие – это звучит гордо? Тогда только один вопрос. Если это бытие... Но есть же этот результат снятия становления спокойное и простое. Что спокойное и простое? Бытие. Вот это спокойное и простое бытие надо по-другому назвать. У нас было чистое бытие, просто бытие, а сейчас спокойное и простое, потому что то было беспокойное, его нельзя было удержать, оно мгновенно превращалось в ничто. Вам нужен такой компьютер, который мгновенно превращается в ничто? Или вам нужен спокойный и простой компьютер, чтобы он превращался в ничто? Только включили, он сразу выключился. Иногда бывает телефон Портится Включаешь номер раз, выключаешь А у нас спокойное и простое Становление Вот как это называется логически и философски Становление, ставшее Спокойной простотой Спокойное и простое Становление, ставшее спокойной простотой Вот становление, ставшее спокойной простотой Это бытие, но не то Надо по-другому назвать Откуда возьмем название? Этого не придумать. Как я уже вам говорил, открываем книгу «Наука логики Гегеля» и смотрим это вот. Становление, ставшее спокойной простотой, называется «Наличное бытие». У вас, кстати, наличное есть с собой? Или карточка? Карточка есть у вас? Вот карточка – это не наличное. Вы же знаете, что сейчас в банке то один лопнет, то другой банк лопнет. Вы позвоните, пожалуйста, сейчас у вас перерыв будет. Узнайте насчёт вашего банка. То есть у вас, вот если я вам показывал билет Банка России, то это налицо, наличный. А если у меня есть какой-то банк, какие-то карточки какого-то банка, то вы знаете, что он сегодня есть, а завтра этого банка нет. Или перестали по банковским картам выплативать. Или вы подходите в магазин даже, говорят, банковские карточки мы не принимаем. Или мягкая форма, желательно лучше наличными, а не банковской карточкой. То есть то, что налицо, вот налицо. А почему здесь годится название «наличное бытие»? Потому что была двусторонняя картина такая, бытие и ничто. Возникновение и прихождение. А налицо? Вот у меня же лудок есть, могу по секрету сказать, но не налицо. Налицо. Сердце у вас есть, но тоже не налицо. То есть налицо, наличное бытие, не означает, что в нём нет. Потому что, я думаю, вы поверите, что если вот это наличное бытие, это результат снятия становления, то становление есть в нём. Правильно? Вот вы, результат ваших родителей. Значит, как? Родители ваши в вас содержатся или нет? Вот в вас. Они вас воспитали, они вас породили. Они в вас содержатся? Как нет? Ну, если вы дочка своих родителей, как они в вас не содержатся? Вы что, не похожи на них, что ли? Ничем не похожи. И ничего такого нет, чтобы говорила о том, что вы, даже построение тела, и голос, может быть, и волосы, и характер, может быть. И нет ничего такого от них. Ну, они вас воспитывали, а что-то они передали хорошее, ничего хорошего вам не перешло от них, от родителей. То вы плохое, что ли? А если плохое перешло, всё равно тогда не откажетесь, что и у вас что-то есть от родителей. То есть всё равно. То есть вы богаче, чем родители, в смысле развития? Или родители богаче, чем вы? Вы ли их результаты, или они ваши результаты? Вот у Шопенгауэра есть такая интересная мысль, там афоризм такой. Родители в детях любят свою любовь. Очень здорово сказано. В детях любят свою любовь. И вот они тут дети лилили, 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 ребенка у вас лилили. А потом говорят, да у меня ничего от этих родителей нет, я сама, всё. Всё сама, у меня всё своё, а от них ничего не осталось. Но вы результат? Или вы не результат семьи? Надо подумать вам на эту тему. Надо мне поговорить с вашими родителями. Пожаловаться им, сказать, я не знаю, знаю. Как-то, так, так, дескать, я никакого отношения не имею. Ну, мы не будем про родителей говорить, будем говорить про наличное бытие. На наличное бытие произошло и становление, правильно? А раз оно произошло и становление, значит, становление в нём есть. В этом понятии. Это же сложная категория. В этой сложной категории содержится в вас понятие родителей содержится. У вас отчество есть? Ну, всё. Раз отчество есть, уже у вас папа, уже содержится. А мама ещё проще, она вас родила. Поэтому вы вообще находились 9 месяцев и вы её утродли, так сказать. Ну, вот мы насчёт отчества не видели, да? А? А? Папина, может быть, юридически, а практически, и исторически, и культурно, как правило, отчества даются по отцу. Почему? Потому что мать очень, кто мама, легко понять. И никуда мама от своего ребёнка не денется в этом смысле. А вот что касается папы, вот у нас, например, в семье, вот все дети мою фамилию имеют, а у жены другая фамилия. И по ней и так видно, что она мама. А по мне, вот дети, так сказать, обозначены фамилии. Значит, нам что важно? Мы, так сказать, эти примеры вовсе не для доказательства берём, а для иллюстрации. А что касается содержания доказательства, что вот раз наличное бытие – результат снятия становления, то, значит, в наличном бытие есть и это становление. То есть оно есть, но не налицо. Почему не налицо? Потому что налицо спокойное и простое бытие. Приведу пример. Вот, вы, так сказать, разоргли костёр. Костёр горел, дым и огонь были большими. А потом, да, он стал угасать, образовалась зола, а поверх золы ещё образовался пепел. А внутри, вот температура горения, дров, примерно 500 градусов. А температура, в которой тлеют угли, вот это угли уже образовались, красные раскалённые угли, примерно 1100 градусов. А сверху лежит пепел, который он уже, так сказать, слой пепла покрывает эти раскалённые угли, и его можно потрогать рукой, этот самый пепел. То есть вот это вот налицо, налицо этого жара, этого не видно, этого красного того, что есть под пеплом. Раскалённых этих углей мы, так сказать, не видим, а мы видим пепел. И можем его потрогать. Вот это вот спокойное и простое пепел. А в нём есть, вот в этом костре, есть и жара, небытие этого простого. То есть в этом наличном бытии, ну, оно и само бытие налицо, а ничто есть в нём. Раз оно результат снятия этого самого становления, значит, становление в нём. А раз становление в нём, а в становлении есть ничто. Значит, в этом наличном бытии есть и ничто. Вот какой вывод мы получили. В наличном бытии есть ничто. Как? Раз, а вы до этого имели дело с ничто, которое было на равных с бытием. Правда, в становлении? Бытие в ничто переходит, ничто переходит, и бытие, и, так сказать, они друг друга переходят на равном основании. А здесь уже есть наличное бытие, то есть налицо только бытие, а ничто лишь в нём. Вот такое ничто, которое в наличном бытии надо как-то назвать. Как бы вы назвали такое ничто, которое в наличном бытии? Есть мысли какие-нибудь? Нету. Не так просто назвать его. Но если сказать, как названо, то вполне понятно, почему и как. Называется оно небытие. Небытие. И вот теперь посмотрите на это небытие, которое в наличном бытии. Оно не налицо, но оно в нём есть. И вот это небытие, принятое в бытие, так что конкретное целое имеет форму бытия, называется определённостью наличного бытия. определённостью. Вот я на вас смотрю, вот вы девушка в красной кофточке. Вы согласитесь, что красная кофточка – это не вы? То есть это ваше ничто. Но на вас, поэтому вы в целом налицо. А это ваше небытие, принятое бытиями, даёт вам определённость. Вы – девушка в красной кофточке. Но возьмём не такой пример. Вы сейчас пойдёте в перерыв, и можете пойти и выпить стакан чаю. Что вы сделаете? Вы в чай растворён, в стакане чая вы растворите сахар. Сахар – это чай или не чай? Сахар – это не чай, правда? Вот сахар, положенный в чай, то есть не чай, положенный в чай, делает чай сладким. То есть придаёт ему определённость. Вот что придаёт определённость чаю? То, что чаем не является. То есть небытие чая. Небытие чая положено. Сейчас возьмёте целую ложку небытия чая. Одну, может, вторую, а может, третью поместите. Вы в чай размешаете, растворится, и не видно его будет, между прочим. Он не налицо. Вот этот растворённый сахар в чае не налицо. А чай сладкий. Можно поступить по-другому. Можно на этот лимон туда бросить. А лимон – это чай? Нет. Значит, лимон, брошенный в чае, – это отрицание чая, ничто чая. И вот чай с лимоном – это наличное бытие. А лимон – это его определённость. И сахар – это определённость чая. Вам сладкий чай или не сладкий чай? Потому что сахар – это определённость чая. И вот я это в общем виде с вами говорю. А как это применительно к тому вопросу, который мы рассматривали, к вопросу становления социализма? Так вот, когда вы получили, вы же получили переход от одного способа производства, частного, основного на частной собственности, к другому, который основан на общественной собственности. Если собственность общественная, и производство подчиняется общественным интересам, то общественное, в переводе на иностранный, на латинский и французский язык – это коммунист. Коммунист. То есть произошло становление, в России произошло становление коммунизма. А какого? Который является отрицанием частной собственности. Значит, частная собственность в нём, как его определённость, она не налицо. Она есть родимое пятно капитализма на коммунизме. И поэтому коммунизм не может родиться таким светлым и весь красным. Он обязательно с родимыми пятнами капитализма. Родимые пятна капитализма в чём состоят? Есть различия между городом и деревней. А коммунизм – это общество, в котором у них сложное классное различие. Это различие между людьми физическим и людьми умственного труда. Между трудом умственным и физическим нельзя устранить различия, потому что одно дело – это преобразование формы общественного сознания, умственный труд, а другое дело – это непосредственное преобразование природы, каких-то материй. Поэтому между видами труда невозможно, хотя иногда так пишут ошибочно. А вот между людьми можно. Вот если я занимаюсь 4 часа материально-производительным трудом, а 5 часов играю на скрипке, кто я? Рабочий или скрипач? 4 часа я занимаюсь материально-производительным трудом, на станке работаю, а 5 часов играю на скрипке. Кто я? А? И тот, и другой. Это вот будут стать и тем, и другим. Это и значит, если у нас будут люди такие, работники, которые будут и теми, и другими, то преодолено различие между людьми физическими, физическими и людьми умственного труда. Для этого нужно сокращение рабочего времени и увеличение свободного. И не такое сокращение там на минуты, а такое сокращение, которое даже даёт преобладание свободного времени над рабочим. Когда то, кто я, определяется не тем, что я делаю в рабочее время, а тем, что я делаю в свободное время. Поэтому, с одной стороны, мы можем сказать, что произошёл переход к коммунизму, но к какому? Ни полному, ни зрелому, ни ради этому, который во всех отношениях в экономическом, нравственном и умственном несёт отпечаток того общества, из которого он вышел. И вот такой неразвитый, незрелый коммунизм с родимыми пятнами капитализма называется как социализмом. Поэтому, когда говорят о социализме, как говорят, как будто это одно только светлое, без отрицания. На самом деле, это вот такой коммунизм, который ещё не выбрался из, не освободился от родимых пятен капитализма. И это дело очень долгое. Вот, скажем, переходный период в Китае, говорят, будет лет сто. Это только переходный период. Это ещё становление социализма. А при социализме сколько будет? Никто не скажет, сколько потребуется лет для того, чтобы освободиться при коммунизме от родимых пятен капитализма. Тогда, когда коммунизм освобождается от родимых пятен капитализма, он становится полным коммунизмом. А у нас тема была становление. Мы иллюстрировали в историческом примере становление, категорию становления, изучали становление социализма. Но мы на таком серьёзном примере рассматривали, но то, что становление может быть рассмотрено на любом другом примере, мы об этом тоже говорили. Это всеобщие категории, поэтому они применимы ко всему. На этом мы сегодня занятие и закончим. Я чувствую, вы уже устали от такого обилия категорий. Субтитры создавал DimaTorzok